Неведомые ветра Неведомые ветра Это один из тех персонажей С кем я прошел 12 бездну То есть если говорить об открытом мире Или высокоуровневые данжи Наверное он там и не нужен А вот в плане бездны Он как раз идеально для нее и создан И главная его фишка в том Что он очень быстро откатывает себе ульту Ульта у него достаточно дешевая И она безумно эффективная Это связка Жуткий такой контроль Который позволяет сконцентрировать В одной точке всех противников И прожать ульту другими персонажами Как я говорил ранее Выпадать у нас будет во временном баннере Венти где-то в марте-апреле Разработчики просто в свое время говорили о том Что они будут повторять баннеры И Кли кстати по слухам где-то будет в районе Лета и Тартали будет повторение И Джун Ли будет Так вот последний раз в баннере Венти первый последний раз Он был сентябрь-октябрь Сами понимаете это достаточно редко все-таки встречается в баннере Поэтому я вам советую его попытаться выбить Переходим к его боевым талантам Первое божественная точность В целом это стандартная атака из шести выстрелов Если вы заряженной атакой стреляете Наносится анима урон В целом не знаю зачем я это прокачал Потому что фактически я никогда не играл Им как каким-нибудь ддшникам Даже стрелял банально только через е или ульту Второй его боевой талант небесная поэзия Когда вы прожимаете быстрый е У вас возвращаются к вам три сферки Тем самым вы быстрее себя откатываете ульты Очень удобно Помимо этого идет контроль И обратите внимание Быстрое нажатие ешки На самом деле наносит достаточно большой урон Если это прокачать и вкачаться в это То ешка будет очень грозным оружием Ну и второе это долгое нажатие Позволяет вам например Как на поле боя Но в основе своей на поле боя Этим не пользуются А пользуются чаще всего Как раз таки вне поля боя Собрать какие-то сундуки Благодаря потоку ветра Можно куда-нибудь подлететь Ну и последний его боевой талант Великая Ода Ветру Это ульта Связка Она поглощает в себя все стихии Удобно например кинуть ульту Добавить туда огня Можно туда еще и электричество добавить Короче такой микс получается Помимо этого периодического урона Наносит еще дополнительный элементальный урон Как вы видите ульта достаточно дешевая 60 всего А время отката 15 секунд А длительностью ульты 8 секунд Обычно когда ульта заканчивается У вас уже готова новая ульта По пассивкам теперь объятие ветра Дополняет ешку То есть когда вы прожимаете долгую ешку Создается поток ветра Который вас держит в воздухе В течении 20 секунд Еще раз говорю Ну такое дополнение Далее идет глаз бури Когда вы кидаете ульту И она у вас заканчивается То вам восстанавливается 15 единиц энергии То есть 25% вашей ульты Если произошло поглощение стихии Например огня То также восстанавливает 15 единиц огня Всем членам отряда Которые имеют элемент огня То есть очень удобно Ну и последнее Ветряной наездик уменьшает потребление выносливости Персонажа во время полета Не суммируется с пассивными талантами Дающие точно такие же эффекты Переходим к его созвездиям Считаю у Венти Одно из самых эффективных созвездий Я имею ввиду все Среди всех персонажей Вы сейчас поймете почему Первое Дробящий шторм Каждый прицельный выстрел Выпускает две дополнительные стрелы Каждый из них наносит 33% доп. урона От первой стрелы Но если его качать все-таки в ДД Второе Бриз воспоминаний Использование навыка небесная поэзия То есть ешка Уменьшает аниме и физ сопротивления противников на 12% в течении 10 секунд Также временно понижает аниме и физ сопротивления Подкинутых воздух этим навыком на 12% Представляете? То есть ешка становится еще более эффективна Третье Ода 1000 ветров Понятное дело это плюс 3 ульты Пятая у нас небесная гармония Плюс 3 ешки Ветер свободы Подобранные венте элементы сферы и частицы дают ему 25% бонус аниме урона То есть кидаем ешку Хрена к себе получаем И получаем дополнительный урон перед той же самой ультой Или перед той же самой ешкой Ешка откатывается у нас 6 секунд напомню Понимаете да? То есть еще сильнее усиливаем ешку Да и саму ульту Ну и последнее шторм непокорности Понижает аниме сопротивление противников Получивших урон от ульты на 20% Если произошло поглощение стихии Например огня, электричество То также понижает сопротивление к поглощенному элементу То есть долбанул огнем И кинул ульту например делюком Вот и все Очень эффективное созвездие Но очень дорогое Теперь переходим к оружию Считаю что тут идеально подходит боевой лук фавоня Почему? Потому что он восстанавливает вашу энергию Чем быстрее вы откатите энергию Тем быстрее вы используете ульту Хреново что ли? Нет Других луков честно говоря я на нем не вижу Еще раз говорю я его считаю исключительно поддержкой Переходим к его характеристикам Считаю тут надо качать две вещи Первое восстановление энергии Второе анимо урон Понятное дело так как мы наносим периодически анимо урон А восстановление энергии откатывает нам ульту Ну и конечно же если вы используете боевое лук фавоня Как и я Можете например сделать ставку на шанс крит атаки Тем самым если у вас будет высокий шанс крит У вас будет как раз таки вот это сочетаться Критические атаки имеют 70% шанс создать элементальные частицы Которые восстанавливают 6 единиц энергии Так вот То есть это будет грубо говоря друг друга дополнять Ну и теперь по поводу артефактов Чашка конечно же на мой взгляд должна быть именно анимо урона Потому что основная ставка делается на это И комплект изумрудная тень Два предмета увеличивает бонус анимо урона на 15% Ну опять же дополнение к анимо урону Плюс 4 предмета увеличивает урон рассеивания на 60% Напомню когда у нас воздух сочетается с другой стихией Это и есть рассеивание При взаимодействии рассеивания с другим элементом Например с огнем понижает сопротивление противника к огню на 40% в течение 10 секунд Хреново что ли? Да нет конечно Подведем итог Я своего Венти только начал прокачивать И считаю когда я его докачаю Он станет очень-очень грозной силой в бездне Да он и сейчас ей там и является Просто с ним проще проходить Вот и все На этом у меня все Спасибо что смотрели Всех благ вам Пока-пока Пишите свои комментарии ниже